Андрей Александрович, нельзя ничего сказать дополнительно, но я одно слово вставлю. Это будет очень хорошая сессия. Так, ну как? Кто там разговаривает? Значит, я хочу просто вам сказать, вот я так, во всяком случае, себя ощущаю, как Юрий Петрович Синокосов и, главное, как Александр Юрьевич Сагамонов. А Андрюша, вы, он, наверное, Андрей Александрович, вы, наверное, все-таки через свои университеты растете. А я расту через нашу школу. Я меньше соображала 20 лет назад в том, о чем мы сегодня говорим. За 20 лет тоже произошло некоторое образование. Значит, образование я черпаю лично не только, конечно, в школе, но и в разных других источниках. И вот Андрей Колесников, один из моих таких очень важных источников, который я всегда смотрю почти что через день, когда он пишет, как он оценивает и смотрит на ту или иную конкретную ситуацию. Конечно, в высоком диалоге с Абсолютом он мне не помогает, но с реальной действительностью, то и другой, даже очень. И за это я ему удивительно благодарна, потому что в том направлении, в каком я думаю о мире, о жизни и о себе, он такой, часть моего учительства, нет, не моего, а его учительства передо мной. И я хочу это удовольствие разделить с этой группой наших слушателей. Все. Спасибо. Я даже не знаю, что ответить на такие слова. Вот заявленная тема «Модернизация умерла», да здравствует модернизация, она при всей своей абстрактности такова, что мне хотелось бы про нее говорить на самом деле всерьез. То есть вот говорить действительно о модернизации, а не просто там о текущих политических событиях, митингах и так далее. Говорить о разных аспектах модернизации, о том, как ее можно реализовать в России. Я обычно здесь в школе говорю о других сюжетах, в основном связанных со средствами массовой информации, но эти сюжеты, конечно, тоже являются частью мега-темы модернизации, но они все-таки имеют такой узкий характер. А вот нынешняя политическая ситуация, на мой взгляд, она погружается целиком и в эту тему. При том, что слово «модернизация» перестало быть таким модным политическим ярлыком, каким оно было все четыре года правления Дмитрия Медведева. И от этого оно обрело на самом деле смысл, наконец. И теперь после того, как модернизация завершилась фиаско, мы можем всерьез о ней говорить. Такая парадоксальная ситуация сложилась в нашей стране. Потому что она действительно была просто такой вывеской, ярлыком, модным слоганом. Она служила таким пиар-методом продвижения самого Медведева. Но у этой модернизации, во-первых, был смысл. И есть смысл. Во-вторых, трактовали ее в период Медведева сознательно в узком очень значении, как технологическую модернизацию. Все это прекрасно понимаете. А на самом деле, собственно, выход нашей страны из вот этих институциональных, политических, философских, ментальных, бытовых тупиков, в которых она сейчас находится, как раз и зависит от модернизации. То есть, грубленно говоря, от обновления всех сфер жизни. Когда о модернизации стали говорить, там, 4 года назад приблизительно, профессионалы, специалисты, историки, социологи говорили о категорически неправильном использовании этого термина, потому что действительно он имеет в научной литературе очень узкое значение. Переход от аграрного общества к обществу городскому, к урбанизированному. Переход, который осуществлялся, там, не знаю, в 17-м веке, в 18-м веке. Переход, который осуществлялся отчасти в нашей стране в сталинские времена, когда происходила так называемая консервативная модернизация, то есть индустриализация. Когда действительно страна из аграрной превращалась в городскую. И процесс этот, на самом деле, в нашей стране до сих пор еще не завершен. Это модернизация в узком смысле, но понятно, что, когда заговорили о модернизации в широком контексте, речь шла, на самом деле, о псевдониме «реформ». Стеснялись говорить о реформах, но на самом деле речь шла действительно о реформах. Почему модернизация по-медведевски была неправильной, и почему она заранее была обречена на фиаско, к которому в результате и пришла. Он говорил о модернизации в узком техническом смысле. Это была иллюзия предыдущих четырех лет, которая закончилась в том числе протестами, в том числе трагическим концом Медведева как политика. Сужение модернизации до технического термина, в общем, к этому всему и привело. Понятно, что невозможна техническая гаджетная модернизация вне нормальной институциональной политической среды, вне нормальной медиа-среды. Говорили о том, что нет, мы можем, так сказать, средствами государства, ссылаясь на примеры разных всем известных стран, можем методами государственного вмешательства, государственных инвестиций, двигать вперед технологическую революцию, и тогда все будет нормально, мы станем современным обществом. Естественно, ничего этого не получилось, никаких шагов в этом направлении серьезных не было предпринято и не могло быть предпринято. Когда-то коллега Дмитрий Орешкин сказал, что инновации в неволе не размножаются. Ровно эта ситуация и была репродуцирована. Были созданы анклавы высокотехнологического развития, такие страны в стране, одна из них это Сколково, всем известная, где свой налоговый режим, где свои преференции, где живут другие люди, по другим правилам. А вся остальная страна живет по своим правилам. И вот так, естественно, модернизации не делаются. Удивительно, что не была учтена история собственной страны. Это ровно о том, о чем говорил предыдущий оратор Майкл Макфолл. Учите собственную историю. Просто пример советской истории настолько близок и настолько поучителен, что можно было бы его как-то учесть. Потому что то же самое развитие научно-технического прогресса, комплексная программа развития научно-технического прогресса, многие тома, которые создавались в советское время, во всяких экономико-математических институтах по заказу правительства, в Косыкинские времена, все это уже было. Да, 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 прекрасно понимали, что научно-технический прогресс – это двигатель всего. Это двигатель развития, это двигатель нормального образа жизни, нормального быта и так далее. Но сужение вот этой темы модернизации прогресса до бытовой и технической тоже подорвало Советский Союз в каком-то смысле. И тоже остановило вот это вот самое техническое развитие, обусловило отставание Советского Союза на долгие годы. Мы до сих пор находимся в состоянии так называемого догоняющего развития и находились в этом состоянии, и будем в нем находиться, пока у нас не изменится, не модернизируется политическая, социальная и медиасреда. Вот, собственно, происхождение вот этого такого технократического подхода к модернизации, оно ведь на самом деле советское. Есть такая цитата из Василия Сталина, которую я себе выписал, она очень хорошо известна, ее когда-то там в старые времена, говорят, школьники учили наизусть, цитаты из 30-х годов. Мы становимся страной механической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют нас догнать почтенные капиталисты, кичащиеся своей цивилизацией. Мы еще посмотрим, какие стран можно будет определить в отстало, какие в передовой. Вот основа мотив соревнования с теми же Соединенными Штатами, он был, оставался и остается сейчас. Он был и при Хрущеве догнать, и перегнать Америку, да, по производству мяса, молока и масла на душу населения. Вся, собственно, программа КПСС 61-го года построена на конкуренции с Америкой, да, в узком научно-техническом ее понимании. И что мы имеем сейчас, вот как в сталинские времена, как в хрущевские, как в брежневские, так и сейчас у нас, значит, производительство труда на одну треть отстает от американского. Вот у нас не меняется вот эта доля, как отмечают профессиональные экономисты. Это говорит о том, что мы не можем решить проблемы чисто техническими, чисто экономическими средствами. Вообще вот эта советская матрица, вот эта вот тупика, неспособность выйти на траекторию модернизации, она вот удивительным образом воспроизводится, и это вот на самом деле является предметом моего постоянного внимания и изучения. Я с большим интересом отношусь вот к воспроизведению этой матрицы. Ведь наша власть очень не любит советскую власть на самом деле. Если вы спросите у каких-нибудь сурковцев, сейчас они, правда, не очень влиятельны, но неважно, что вот там вы похожи на советскую власть, они всегда очень от этого открещивались. Они действительно не любили советскую власть, действительно не хотят, чтобы их ассоциировали с ней, они считают себя современными людьми. Но почему-то вот эта матрица советская, она все равно воспроизводится. Еще помимо цитаты, значит, из Сталина я заготовил для нашего разговора, еще цитаты. А цитаты из книги Александра Зиновьева, я его очень не люблю, но зато люблю его книгу «Зияющие высоты», в которой все-таки вот сама суть вот этой советской матрицы очень хорошо передана. И вот посмотрите, ведь то, что он писал, совершенно в деталях воспроизводится сейчас. Там есть такой фрагмент у него про то, что есть как бы вот консервативная часть, значит, эстеблишмента и улучшенцы, так называемые, либералы. Значит, вот как появляется слой либералов, как он появился, собственно, во времена Медведева. Вокруг высшей власти, пишет Александр Зиновьев, которого мы не любим, значит, складывается постепенно просвещенный слой, просвещенный в кавычках, в основном из их собственных детей, зятьев и тому подобное. Мы все знаем, что наши элиты отправляют учиться детей за границу, и все их активы, авуары, дома находятся там. Этот слой начинает оказывать какое-то влияние на высшую власть, последний начинает давить на низшую. В итоге происходит сдвиг на 1 мм в 100 лет. Приезжайте к нам через 100 лет, сами в этом убедитесь. Вот ровно это как бы история, и у нас сейчас воспроизводится. Или вот, когда Владимир Владимирович Путин жонглирует экономическими показателями, разнообразными в своих выступлениях, вот очень похожая история. Вот пишет Зиновьев, жизнь в Ибанске значительно улучшилась. Там основной город, где происходит действие, называется Ибанск. Вот вам факты. Исчезла только копченая колбаса, вареная-то осталась. Цена на мясо выросла не в пять раз, как ожидали, а только в три с половиной. Посадили не 30 оппозиционеров, как планировали, внимание, а всего лишь 29,3. И влепили им не по 10 лет, как следовало бы, а всего лишь 7 с последующим пребыванием в лагерях особого режима 4 года. Вот действительно напоминает нашу сегодняшнюю жизнь. Ну, это можно цитировать до бесконечности, и вчерашнюю, и сегодняшнюю, и так до бесконечности. Мы все время находимся в каком-то вот таком порочном кругу, из которого не можем выйти. Значит, каково свойство, в принципе, любой модернизации? Любая модернизация делается сверху. Да, действительно, реформы, трансформация общества, трансформация государства, какие-то точечные экономические преобразования могут поддавливаться снизу. И, как правило, реформы – это результат действительно каких-то революций, бархатных или небархатных, снизу. Те же самые гайдаровские реформы были бы невозможны, если бы не развалился Советский Союз, если бы не провалилась экономическая политика Горбачева, при том, что мы все должны ему быть благодарны за раскрепощение сознания медиасреды и так далее, и так далее. Но экономические реформы-то не проводились, в результате это привело к коллапсу. В результате это привело к коллапсу Советского Союза, одна из причин, собственно, нереформированности экономики. Тогда были проведены реформы, но проведены они были, так сказать, при том, что поддавливались снизу, они были проведены сверху. Они проведены были не насильственно, конечно, но в некотором смысле были навязаны обществу. И, в общем, когда проводились гайдаровские реформы, никто не задумывался о том, чтобы получить какую-то обратную связь от общества. Не до этого было настолько тяжелым было состояние государства, общества и экономики, настолько быстро нужно было действовать. Но это один из образцов модернизации сверху. Собственная модернизация политическая, реальная политическая модернизация, которую провел Горбачев, она тоже шла сверху. На нее, конечно, может быть, был спрос, но это был такой латентный, невыраженный спрос в Советском Союзе. Потому что те, у кого был спрос, они сидели, в общем, за преступление против государства в лагерях. Этот спрос создал Горбачев. В этом смысле сигнал сверху был подхвачен сигналом снизу, потом сигнал снизу ушел наверх. Дальше верхи и низы обменивали сигналы, но низы обогнали верхи в своем развитии, ровно то, что происходит сейчас. И государство стало отставать от общества. Это тоже было одной из причин коллапса Советского Союза. Одной из причин того, что потребовалось еще одна волна модернизации сверху. И она уже проходила в другом государстве, при другом лидере, при других более смелых и радикальных экономистах. Почему, собственно, модернизация сверху? Низы, в общем, они, понимая, что нужны какие-то изменения, не могут сформулировать программу этих изменений. Опять же, ровно это мы видим сейчас, когда оппозиция, четко посылая сигнал о том, что государство отстает в своем развитии, что общество его опередило, что нужны быстрые и радикальные перемены, что нужна смена самих лиц лидеров. При всем при этом оппозиция не может сформулировать никакой конкретной программы, да, собственно, не ее это сейчас и функция на самом деле. Это программа, реализация программы – это дело профессионалов, это дело специалистов, это дело тех людей, которые становятся властью в результате эволюции или революции, ведущей к модернизации. Для того, чтобы провести модернизацию, нужна власть. И вот мы сейчас пришли к тому моменту, когда модернизация сверху стала невозможной, потому что нынешняя власть в лице Путина и Медведева и той элиты, которая сложилась вокруг них, не будет проводить модернизацию. Они сформулировали это четко в течение последних четырех лет. Я думаю, был шанс на проведение модернизации, я думаю, что Медведев действительно хотел провести, но у него были очевидные политические аппаратные ограничения, при которых модернизация стала невозможной. Медведев не решился отпустить политические ввожи, не решился провести политическую модернизацию, в результате была торпедирована и его технологическая и экономическая модернизация. Сейчас ждать от них того, что будут какие-то изменения в стране, на мой взгляд, невозможно. То, что будет происходить сейчас в нашем государстве, это чисто инерционное развитие, это реагирование на какие-то ситуативные вызовы, это как тушение пожаров сейчас в Туве. Будут какие-то социальные проблемы, будут заливать их деньгами. Если упадут цены на нефть, не будет денег, и социальные проблемы перестанут решаться, тогда вот эти действительно протесты интеллигентские, они могут слиться с протестами экономическими и социальными, тогда действительно этот стабильный режим может оказаться в очень неустойчивом положении. Но я вот уверяю вас, убежден в этом просто самым радикальным образом, что никакое правительство, никакая администрация президента никаких реформ проводить не будет, даже минимальных. Они прекрасно знают, например, что для того, чтобы избежать проблем через 5, 10, 15, 20 лет, когда у нас будет стареющее население, мы будем дольше жить, мы будем старше возрастом, и у нас будет очень большая нагрузка пенсионная. Это известный общемировой тренд, он нас не миновал. Они прекрасно это знают. Они прекрасно знают, что пенсионная система не будет справляться с финансированием такого количества пенсионеров. Они прекрасно знают, что нужно выводить накопительный элемент, чтобы люди копили себе на старость системным образом. Но единственная глава в стратегии 2020, которую написали лучшие экономисты, других просто нету в стране, единственная глава, которую они сразу на корню отвергли, это глава о пенсионной реформе. Вот они будут, после нас хоть потоп, это называется эта стратегия, на самом деле, потому что там через 20 лет, наверное, их уже не будет по объективным причинам. Но зато у нас рухнет в финансовом смысле пенсионная система. Никто не сможет ее на нынешних принципах удерживать. По разным данным профессионалов, специалистов, которые этим занимаются, так называемый коэффициент замещения, то есть размер вашей пенсии по отношению к той зарплате, с которой вы уходили на пенсию, может составить в результате от 4 до 9%. Можете себе представить какое-то падение доходов для человека. Это если мы сохраняем вот эту вот распределительную пенсионную систему. То есть риски им понятны, но предпринимать они ничего не собираются, потому что текущие краткосрочные риски для них и решение этих проблем для них важнее, чем решение проблем долгосрочных. По этой причине, вот я и говорю, что заждать от них ничего в ближайшее время не стоит. Или вот такой простой пример, да, значит, вот модернизация – это когда вы хотите сделать что-то лучше. Например, вы хотите удовлетворить спрос всего населения на лекарства. По количеству, по качеству, по цене, вот вы хотите, чтобы у населения было лекарство хорошее. Вот вы проводите какую-то стратегию, соответствующую этой задаче. То есть у вас модернизация ради потребителя, а у нас модернизация ради производителя, ради того, чтобы сохранить Ураловагонзавод, ради того, чтобы сохранить какие-то производства, ради того, чтобы, не дай бог, у нас там не высвободилась какая-то рабочая сила и не стала эта рабочая сила безработной, а значит, социально опасной для режима. Вот модернизация смотрит на мир глазами потребителя услуг, а не производителя. И ровно по этой причине политическая свобода связана с рыночной экономикой. Потому что рыночная экономика работает на потребителя, и она невозможна в ненормальной политической среде. Потому что если у вас ненормальная политическая среда, то у вас всегда правительство будет поддерживать какой-нибудь АвтоВАЗ, какой-нибудь Ураловагонзавод, оно будет производить танки вместо лекарств. Это как бы логика, на самом деле, контрмодернизации. Есть такой замечательный демограф, я бы сказал, шире социальный мыслитель, Анатолий Григорьевич Вишневский. Я очень рекомендую вам его книгу, если вы не читали, «Серп и рубль», она выходила в 1998 году, и года два назад ее переиздали небольшим тиражом. Он говорит о том, что контрмодернизация – это упрощение сложной среды. Что он имеет в виду? Что у нас в стране управляют очень простыми способами. Нужно решить проблему с недофинансированием. Мы стучим кулаком по стулу, Путин направляет деньги в Пикалеву, проблема решается. Нужно решить проблему выборов. Мы устраиваем карусели, мы устраиваем вброс бюллетеней. Проблема решается. Она-то решается, но общество более сложное. Им невозможно долго управлять вот такими простыми методами. Власть должна улавливать какую-то обратную связь от этого самого общества. Она должна понимать, чем это общество живет. Оно должно этому обществу делегировать полномочию по самоуправлению. В этом состоит сложный подход к сложному обществу. Отголоски вот этого понимания мы тоже могли бы найти в предыдущие четыре года в некоторых речах Медведева. Он повторял несколько раз в нескольких своих выступлениях фразу о том, что у нас сложное общество. Но о том, что он повторял, не изменились методы управления. На самом деле, вот этот отчасти модернизационный курс, который он пытался вести в том числе и в политической сфере, и в общественной, он не прошел тест на Химкинский лес. И мне кажется, что курс на контрмодернизацию, четкий, разворотный такой, начался ровно тогда, когда Медведев сдал Химкинский лес. Вот лучше бы он тогда не начинал вот эту самую историю с тем, что он слушает общество, что он сторонник обратной связи. Когда он создал комиссию по Химкинскому лесу, и комиссия рассмотрела эти все проблемы, а после этого было все равно принято решение строить эту самую дорогу на прежних принципах. И после этого, это было грехопадение нашей модернизации, после этого власть перестала слушать общество, оно заткнуло себе уши берушами, оно перестало нуждаться в обратной связи, и четко взяла курс на 24 сентября, когда наши Думы и Веры поменялись местами, и вообще все закончилось. И началось полное разочарование, и полный разворот всего в обратную сторону. Для кого делается модернизация? Еще один важный вопрос. По логике вещей для всего народа Российской Федерации. Выгодоприобретатель и двигатель этой самой модернизации наверное все-таки средний класс, потому что у него больше доход, у него какие-то новые представления о действительности, у него другой стиль жизни, у него другое понимание того, как должна вести себя власть, что он может просить у этой власти. Этот средний класс достаточно конформистски настроенный, такой составлявший путинское большинство, он очень сильно и резко поменялся за последнее время, он перестал быть путинским большинством, он перестал быть всем довольным, он перестал считать, что стабильность это причина его благополучия и возможности учить детей в хороших школах, ездить на хорошие курорты за границу. У него вырос мозг, он решил, что ему теперь нужно что-то большее, он захотел жить, захотел изменить среду, он не хочет больше платить взятки на каждом шагу, это немножко уже другой средний класс. Я бы не сужал здесь понятие среднего класса, сейчас модно говорить о креативном классе, это немножко другое. Креативный класс это класс, который является частью среднего класса и может быть даже не самый большой в нашей стране, это все-таки люди таких как бы творческих профессий, свободных профессий, инновационных профессий, это не весь средний класс, это сужает проблему. И когда мы говорим о том, что задача экономика расширять количество и качественно средний класс, мы вот ровно говорим о модернизации, потому что расширение среднего класса это и есть в общем, это и есть модернизация, потому что ради этого собственно все и затевается. Не для того, чтобы погасить бедность, оставив ее на том же уровне. Вы дали денег бедным, значит они на некоторое время успокоились, но они не стали от этого богаче. Если у вас стало больше богатых или среднезажиточных, как говорил Дэн Сяопин, это другая ситуация, тогда у вас действительно, у вас другое общество и это общество требует другого государства. Я считаю, например, что политика, социальная политика нашего правительства направлена на поддержание, сознательно направлена на поддержание бедности, потому что не делается ничего ни с помощью пенсионной реформы, ни с помощью реформы рынка труда, для того, чтобы бедные люди смогли бы зарабатывать больше. В них поддерживается психология иждивенцев, сознательно. Основная забота Владимира Путина, это чтобы, так сказать, вот эти все пособия, значит, социальные, которые очень тяжелым временем ложатся на бюджет, исправно гасили плохие политические настроения в бедной среде. Но это, на самом деле, такая вот селекционная политика, значит, поддержания бедности в населении, поддержания психологии бедняка на существенной части населения. Вот это тоже является такой, значит, контрмодернизационной стратегией. Что может изменить ситуацию? Каковы могут быть мотивы для модернизации? Несмотря на то, что я сказал, что эта власть никогда не будет ее осуществлять. Ну, есть, на мой взгляд, два мотива. Это испуг и неудовлетворенность. Власть может сильно испугаться, обвал нефтяных цен, социальных протестов, протестов бедняков, а уже не интеллигенции, значит, каких-нибудь голодных бунтов там и так далее. Тогда она вроде бы должна начать что-то делать. Но эта власть не начнет. Она найдет деньги, она выдаст бутылки водки беднякам, она отдаст денег, чтобы за нее дальше голосовали и так далее, и так далее. Она вот так решает проблемы. Она не умеет решать сложные проблемы, не умеет отвечать на сложные вызовы. Например, протестное движение – это сложный вызов, правда, с ним нужно разбираться, понять, почему люди вышли. Ответ простой. Обыски, репрессии, задержания. Грубое и неправильное понимание проблемы. Это то, что касается успуга. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность у них тоже есть. Я думаю, Путин и Медведев, как люди умные, понимают, что что-то нужно делать с экономикой. Поэтому, будучи неудовлетворенными, они зовут к себе тысячу экономистов, в буквальном смысле слова, и просят эту тысячу экономистов написать им, наконец, опять же, без учета политических факторов, написать им очень конкретную программу с дорожной картой, что им делать в разных сферах жизни. Эти экономисты пишут тысячестраничный текст «Стратегия 2020», который появился весной в полном виде. После этого, по-моему, один раз упомянул ее Медведев, сказал, что мы все-таки будем ее учитывать в дальнейшей работе. По-моему, Путин ее уже и не упомянул. То есть, эта программа, как и программа Грефа, как и когда-то, программа Косыгинских реформ, она легла просто под сукно, потому что власть испытывает эту неудовлетворенность и желая что-то изменить, она хочет, чтобы действительно все изменилось, но чтобы не нужно было для этого ничего делать и желательно без политики. Вот тогда мы согласны на вот эти изменения. А если нет, мы будем поддерживать то состояние, которое есть до потери пульса. Возможные протесты, как показывает тренд последних месяцев, мы будем, значит, гасить репрессивно. В этой конструкции целью власти становится ни модернизация, ни социальная политика, ни экономическая. Целью власти становится удержание власти как таковой. Цель власти сама власть. Это очень плохая для нее ситуация, она может долго длиться, я не сторонник того, что через два года здесь все изменится, никакого Путина не будет, ничего подобного. Процесс будет длинный, тяжелый, конфликтный, репрессивный, менее репрессивный, бархатный, не бархатный, но быстро это не произойдет. Дай Бог, чтобы же за ближайший политический цикл что-то изменилось в общественном сознании, в предпочтениях электората и так далее. Но, тем не менее, та стратегия, которую они выбрали, власть ради власти, она плохая, она ведет к тому, что в результате такая модель провалится. с большими или меньшими издержками для нас, для всех и для них самих. Модернизация это еще и, так сказать, некоторая формализация правил. У нас, чем дальше заходит вот эта вот модель путинской политической системы, тем больше у нас вопросов решаются в ручном управлении. тем больше принимается решение, тем сложнее становится законодательство, тем больше подзаконных актов. У нас без конца вот меняются какие-то, так сказать, мелкие решения требуют изменения закона без конца. Это ручное управление, это свидетельство отсутствия институтов. И, как это не банально звучит, действительно, модернизация это еще и строительство институтов. Это строительство институтов без личных, которые работают фактически без участия человека. Когда у вас есть работающий парламент, которым не нужно там что-то такое химичить, не нужно обманывать людей, когда у вас есть работающее правительство, которое работает не на то, чтобы улучшить имидж премьер-министра или сохранить власть, а на то, чтобы проводить какую-то линию в экономической политике, проводить непопулярные реформы. И вот, собственно, базовый месседж тех протестов того общества, которое переросло в своем развитии государства, на мой взгляд, он состоит в том, что общество просит дать ему, модернизировав страну, работающие институты. Потому что, что такое требование, достаточно узкое в этом смысле, требование честных выборов. Честный выбор может обеспечить только работающий институт процедурной демократии, институт выборов, который работает безлично, который не требует вот такого внимания к себе наблюдателя, например. Мы же ничего не слышали про фальсификацию на выборах президента Франции. А у нас мы говорим все время про фальсификацию. Потому что во Франции работающий институт. Можно по-разному относиться к Франции, к чему угодно, но там работающий институт. И вот основной месседж модернизации, которая должна прийти на смену всем провалившимся модернизациям в нашем Отечестве в предыдущее десятилетие, это требования работающих институтов. Это превращение ручного управления в неручное. Это выпрямление деформированных институтов. Это строительство заново, пересоздание занового государства. Потому что, к сожалению, большинство институтов действительно очень сильно дискредитированы и в этом смысле их даже уже не существует. Когда вчера на митинге выступала Ольга Романова, она очень коротко выступала и лозунгами. Она говорила окупай прокуратуру, окупай суд, окупай следственный комитет. О чем она говорила? О том, что ни один из этих институтов, это институты, которые должны сами работать, не ставлю себе какие-то цели потушить каких-то революционеров или что-то еще, или поймать газдеповцев. Они просто должны работать. Они не работают, поэтому с ними нужно сделать окупай, то есть их нужно модернизировать, их нужно привести в чувство, их нужно заставить работать, их нужно населить другими людьми. В этом, конечно, огромная проблема в ментальности людей, потому что институты, это же, в общем, в том числе и люди, у людей есть голова. А если в голове представление о том, что там те же митинги проплачены Госдепом, что ты с этой головой сделаешь, что ты сделаешь с этим ОМОНовцем. Так что мне кажется, что вот на этом пути должна строиться наша будущая не догоняющая модернизация, а просто модернизация, связанная с пересозданием государства. Ну и по этому пути мы, безусловно, пойдем рано или поздно, потому что вот эта модель, она не жизнеспособна, она неэффективна, она уже не работает на самом деле. и мы живем в этой стране более-менее нормально, только за счет того, что мы сами научились регулировать собственную жизнь, мы сами научились собой управлять, мы сами научились зарабатывать деньги, строить какие-то параллельные институты, институты параллельное государство. Ну, как-то на этом бы я и закончил, наверное. один вопрос, один ответ, коллеги, такая будет схема. Ульяновск, пожалуйста, коллега. Андрей Владимирович, добрый день, Дмитрий Глухов, город Ульяновск. Все-таки я хочу спросить про СМИ, поскольку вы являетесь непосредственно главным редактором новой газеты, все-таки какое участие СМИ и вообще наших масс-медиа в процессе модернизации критикуют они либо никакая другая позиция. И хотелось бы услышать вашу позицию еще по поводу вот, у меня уже было перепуталось, потому что здесь все очень насыщенные, то ли вчера вечером появилась информация про Бастрыки на новую газету, то ли сегодня утром это появилось. Вот ваше размышление по этому поводу. Спасибо. Что касается СМИ, да, это важный такой механизм модернизационный, потому что СМИ это институт, он позволяет власти, он помогает власти с обратной связью, он позволяет улавливать сложные изменения в сложном обществе, он позволяет обществу и государству честно обмениваться друг с другом информацией. Это такая инфраструктура не только общения, коммуникации, информации, это инфраструктура каких-то таких сигналов между верхами и низами в нашем контексте, в контексте модернизации. Это важно. В общем плане состояние сейчас по-прежнему плохое. В высокой степени существенная часть средств массовой информации зависима от государства. Больше того, если говорить о последних событиях, связанных даже с некоторыми кадровыми перестановками в коммерсанте и в большом городе, на мой взгляд, это не имеет отношения к рыночным коммерческим стратегиям никакого. Все прекрасно понимают, что это великолепно вписывается в контекст того политического репрессивного тренда, который выбрала сейчас власть в поисках простых решений для сложных вопросов. Это мое частное мнение, с этим можно спорить, но мне кажется, что это самая очевидная такая штука. Общеизвестные проблемы с независимостью средств массовой информации, те же самые проблемы, плавный переход ко второму вопросу с нашим изданием, потому что оно реально независимое, с этим связаны бесконечные проблемы этого издания, мы можем действительно в чем-то ошибаться, иногда давать не очень точную информацию, мы можем через время эмоционально оценивать действия каких-то политических государственных деятелей, но то, что наша позиция неангажирована, это я могу гарантировать, это вызывает те реакции, которые вызывает. Последний казус с Бастрыкиным действительно связан с тем, что у нас действительно была статья, точнее, две статьи про приговорцы по вязу, про эти 150 тысяч рублей штрафа, у нас была фактологическая статья на эту тему, довольно подробно, и статья оценочно-эмоционально, которую написал Сергей Соколов, замглавного редактора, курирующего расследования и, значит, криминальные всякие дела, он действительно эмоционально высказался в адрес не только Бастрыкина, но и других руководителей следственных органов и суда, которые допускают вот такое вот, такое вот безобразие. Действительно произошла эта нехорошая история, когда ему пришлось приносить извинения, а потом, да, действительно, чистая правда, то, что написано сегодня в письме главного редактора Бастрыкину, замглавного редактора, вывозили в лес и там с ним разговаривал Бастрыкин на повышенных тонах, что было расценено там нами угрозой жизни и здоровью, значит, нашему сотруднику. Вот, ситуация очень пикантная, тяжелая, непростая, значит, вот, я не знаю, к этому часу была какая-то реакция Следственного комитета или нет, но история действительно скандальная, будет иметь, наверное, какое-то развитие, жила Лебострыкина. Считаю, что не может человек с такими нравственными качествами, а нравственность здесь напрямую связана с профессионализмом, не может он занимать такую должность, не может человек, который там рассуждаёт о том, что нужно вернуть законодательство понятие объективной истины, нет такого понятия, это вульгарный марксизм, не может быть глубоко профессиональным. То есть у нас всегда на самом деле нравственность и профессионализм, но в любой профессии, в том числе в журналистской, они как-то вот идут рядом. Это касается и правовой сферы тоже. У нас на этом подорвалась вся буквально судебная система, на самом деле. Безнравственные судьи выносят неквалифицированные приговоры. Я просто немножко об этом рассуждаю, так более-менее уверен, поскольку юрист по образованию и работал в суде в начале своей творческой биографии. Ну вот как-то так. Коллега, вам слово прошу. Да. Некрасов Вячеслав, город Сургут. Я редко читаю новую газету, но тем не менее, Андрей Владимирович, спасибо за Ваш рассказ. Ну, так сказать, Ваш доклад, точнее. Хотя, конечно, с многими тезисами я не согласен, можно поспорить, но не здесь называется, да? Давайте поговорим о модернизации. Конечно, вот, в принципе, концепт модернизации. Естественно, я сам отношусь к тем той группой исследователей, которая, конечно, не считает то, что сейчас проходит модернизация, потому что модернизация в России завершилась все-таки она, причем лет 50 назад уже. В классическом смысле. Да, в классическом смысле слова. И называть это модернизацией можно, ну, наверное, не могут называть это модернизацией, но они. Ну, это псевдоним, я и говорил, что на самом деле это псевдоним реформа. Давайте тогда, я хотел бы услышать от Вас, Вы так много говорили о модернизации, но модернизация с движущей силой, а, соответственно, с движущей силой кто-то двигает, то есть агенты модернизации. Если мы говорим о модернизации снизу, давайте, я хотел бы услышать от Вас, вот, только, пожалуйста, не надо говорить только средний класс, да, агент, а как-то более детально, а как-то более детально, кто же эти агенты модернизации в России снизу сейчас, есть ли они, если нет, то появятся конкретнее как-то вот, потому что без понимания, кто это, это опять будет, видите, бла-бла-бла. Спасибо. Спасибо. Агенты модернизации. Ну, на самом деле, агенты Госдепа, в некотором смысле, это агенты модернизации, потому что это, на самом деле, псевдоним уже людей с, как бы, с таким вестернизированным современным мышлением, да, а такие люди в разных социальных слоях присутствуют, при этом я бы, я почему сказал средний класс, потому что средний класс – это та модель дохода и та модель поведения, которая существует не только среди, скажем, интеллигенции или коммерческой интеллигенции новой, или креативного класса, та модель поведения, которая присуща, например, там, квалифицированным рабочим на хороших заводах, да, которые работают. У нас все-таки есть такие предприятия, да, это какое-то вот понятие, на самом деле, межклассовое, средний класс как межклассовое понятие. То есть вот такие агенты модернизации, они могут присутствовать в разных совершенно средах социальных. Это не только там какой-то студент, не знаю, 21-го года, обучающийся в хорошем вузе, там, на факультете политологии, который считает, что нужно изменить режим, и он считает, что так надо, сознательно считает, он считает, что ему нужна другая страна, другая среда для работы, для строительства семьи и так далее, и так далее. Это тоже агент модернизации, но таким агентом может быть и вполне себе пожилой пенсионер с очень низким доходом, с представлением о действительности вполне себе левым, считающий, что, значит, нужно, так сказать, что государство должно быть максимально социальным. Это тоже в некотором смысле агент модернизации, потому что он требует изменений. Он требует изменений политических институтов, он понимает, что экономические изменения невозможны без политических, то, чего наш эстеблишмент не отказывается понимать, да. Вот на самом деле, наверное, агент модернизации – это тот, кто понимает, что изменения в одной только экономике без политических изменений невозможны, равно как и наоборот изменения в одной только политике без экономических изменений тоже приводят к провалу модернизации, как это произошло с модернизацией по-горбачевски. Как это произошло с попыткой модернизации по-косыгински, когда была попытка сделать более самостоятельное предприятие, без понимания того, что без политического раскрепощения эта реформа была обречена на неудачу. Мне кажется, что этих агентов много, они разбросаны в разных социальных средах, в разных классах. Кстати, маленькая ремарка по поводу того, что завершилась модернизация в классическом смысле. С этим спорят профессионалы, упоминавшийся, кстати, Анатолий Григорьевич Вишневский, считая, что модернизация как урбанизация, она не закончена. У нас сейчас пошли обратные процессы, у нас там вообще разные процессы, у нас пустыми стоят целые территории в стране. У нас в деревнях вымирают люди, исчезают деревни, у нас появляются какие-то способы существования в поселке городского типа. На эту тему очень много тоже есть исследований, как одна область живет с трассы, то есть вся жизнь рядом с федеральной трассой, а в других местах жизни нет. В других областях, где есть много лагерей исправительно-трудовых, там вся жизнь вокруг них. Она связана с обслуживанием, вся экономика строится вокруг обслуживания зэков, от экономики взяток до экономики. Там, я не знаю, продуктовые магазины тоже жмутся к зонам, потому что в зону приезжают родственники, им нужно что-то там купить, допустим, своим сидящим. Вот, все очень по-разному. В этом смысле вот модернизация, как вот превращение нашей страны с чисто аграрной в чисто городскую, она вот еще не завершена. Но это такой вопрос уже специфический. Вячеслав Кайгородов, Алтайский край. Расскажите, пожалуйста, о вашем видении модернизации в системе образования, если оно у вас есть. И второе, вы несколько раз упомянули о пенсионной системе, но есть ли смысл участвовать в предлагаемой сегодня системе софинансирования? Ну, вот, второй вопрос, он очень конкретный, да. Я же не являюсь как бы специалистом в пенсионной системе, да, я знаю, там, что система софинансирования, она практически провалилась, хотя по замыслу была хороша. Вот, это на самом деле, мне кажется, что самый адекватный взгляд на эту проблему у Татьяны Михайловны Малевой, она сейчас стала директором института исследования городской среды, что-то такое. Значит, она, на мой взгляд, один из крупнейших специалистов по пенсионной системе, и вот ее доклады можно там найти где-то в открытом доступе в интернете, там, то ли на сайте Вышки, то ли где-то еще. Недавно она докладывала, там, я модерировала ее выступление в компании ФБК, может быть, у них на сайте есть. Там все вот это, как бы, вся эта логика изложена. Просто факт остается фактом, система разваливается без ее модернизации. Значит, система образования тоже, я же это, как бы, не специалист, но у меня такие, как бы, общелиберальные мозги, и когда все ругали ЕГЭ, я поддерживал ЕГЭ, но в каком смысле? Как отец, допустим, я боюсь ЕГЭ, у меня много претензий. Старший, правда, уже проскочил эту стадию, младшему еще предстоит. Как, значит, человек, изучающий ситуацию как макро-проблему, я понимаю, да, что ЕГЭ – это действительно все-таки снижение коррупции. Это действительно все-таки способ улавливания талантов из провинции. Действительно, эта система невыгодна современным, точнее, архаичным нынешним учебным заведениям, которые ведут свою собственную политику, вот, набор абитуриентов. Ну, реформа образования – это же комплексная вещь, да, она не сводится только к ЕГЭ, здесь тысяча других, так сказать, нюансов. И, на самом деле, это одна из немногих реформ, которая вот в теплящемся виде как-то вот движется. И Форсинга, при всем том, что это противоречивая фигура, он все-таки свой авторитет положил на алтарь того, чтобы продвинуть это самое ЕГЭ. Ну, не справился он там с основой православной культуры, так эти основы они и сами не внедряются, потому что нету достаточного числа учителей, это понятно было. То есть, во многом я, так сказать, понимаю логику вот политики, той непопулярной крайней политики, которую проводил Форсинга. Он таки действительно пытался модернизировать эту систему. Но, опять же, вот невозможно модернизировать один маленький фрагмент этой системы, когда нужно, в модернизации нуждаются все ее элементы. И мне кажется, у нового министра образования Ливанов, он тоже модернизационно настроенный, но я думаю, что он ничего не сделает. Он сделает меньше, чем Форсинга, я думаю, он просто не сможет. Нет вопросов у вас. Ну, так, да, давайте. Я просто руку вашу видел. Мария Ноэль, Москва. Общественное объединение «Россидящее». Вы сегодня упомянули о параллельных гражданских институтах, которые как раз полны вот этих самых агентов модернизации. О которых сейчас вот вы недавно дискутировали. Вот, знаете, мне представляется... Вот господин Макфол говорил о двух колеях, которые мне представляются в виде круга. А вот наши параллельные с государством насчетово представляются в виде... Не пересекающихся. Создали, и что дальше? Ну, мне кажется, что имеют перспективы параллельные институты в том смысле, что это как бы такая школа строительства институтов. Конечно, государство не даст их достроить. Конечно, там «Россидящее» не сможет взять на себя функции суда, прокуратуры и даже адвокатура, да, в полной мере. Но это хорошее решение практических задач и хорошая тренировка. Потому что, ну, в какой-то момент, возможно, этим людям в разных параллельных институтах придется брать власть, реализовывать какую-то политику. Это должно, по идее, случиться, да. И у них должно быть хотя бы идеальное представление о том, как можно строить институты, практический опыт. Потому что, конечно, опыт самоорганизации последних месяцев, он абсолютно фантастический. Никто не мог заподозрить за нашим народом такие, так сказать, таланты организационные, таланты дисциплины внутренние, таланты решения проблем, таланты договороспособности. Вот, все это, безусловно, будет как бы востребовано. Оно не очень востребовано государством, потому что механизмы агентства социальных инициатив, открытого правительства и так далее, они не про это, да. Они не для обратной связи, они не для социальных лифтов. Сильно дискредитированное слово Путина невозможно уже, и все употребляют. Мой знакомый философ Александр Рубцов назвал социальный лифт восходящим мусоропроводом. Вот это, по-моему, блестящее определение, такое, знаете, везде его цитируем. Вот, так что, думаю, что это правильный путь пересоздания государства, но просто все равно для этого обществу нужно стать властью, оппозиции стать властью. Все равно вот без этого не обойтись. Так, перехожу опять на другую сторону. Кольга, вам слово. Да, прошу. Андрей, вы упомянули, что у оппозиции сейчас нет программы, и, в общем-то, это не задача оппозиции, я с этим согласен. Я вчера был на митинге, действительно нет программы, нет явно понимания, как действовать дальше, нет стратегии, и вот было впечатление, что все это для галочки. Вопрос у меня вот в чем. А, собственно, кто эту стратегию и программу должен создать? Потому что явно не те студенты, которые оккупируют чистые пруды. Ну, понятно, они молодые, веселые, талантливые, но у них получается рано или поздно пикник или грушинский фестиваль. Кто? Экспертное сообщество. Если оно, то где результаты его работы? То есть это о чем говорит? Это говорит о банкротстве нашего экспертного сообщества, о его нежелании участвовать в нынешнем этапе политической борьбы или еще о чем-то? Спасибо. Ну, знаете, вот стало модным такое понятие переход на сторону народа, там переход на сторону народа ОМОНа, переход на сторону народа, не знаю кого, судей, да, переход на сторону народа экспертов, в том числе. Многие не уходили из народа, да, но просто, ну, я не знаю, для примера можно привести, там, Сергея Гуриева, который пытается работать и с властью, но в то же время он глубоко вовлечен во все гражданские проекты и прекрасно понимает, что, в общем, какая мощная энергия, так сказать, идет снизу и пытается быть каким-то мостиком между, там, Медведевым и, значит, экспертным сообществом, и не только экспертным сообществом. Ну, мне кажется, это все пустое, но попытки заслуживают уважения, на мой взгляд. Поэтому здесь вопрос, сначала нужно решить вопрос с политической властью, сначала объединиться, потом размежеваться, это все банально. Да, конечно, те, кто придут к власти, допустим, могут быть левее, чем мы хотели бы. Да, действительно, разговариваешь там с какими-то студентами, которые что-нибудь окупают через 2К, значит, они очень правильные, достаточно образованные, но как только они говорят о позитивной программе, они начинают говорить примерно такие вещи. Нужно все национализировать, например. Ну, то есть, вещь не просто глупая, а кровавая, да. То есть, если вот это начать реализовывать, это закончится Бог знает чем. Но это риски любой такой вот модернизации, идущей сначала снизу, да. Все-таки, когда происходила тяжелейшая модернизация, сопровождавшаяся развалом Советского Союза, все-таки у нас был период правильной экспертократии, когда к власти пришли вот именно радикальные либеральные экономисты, которые нужны были, на мой взгляд, в то время. Что дальше уже тянуть было невозможно, действительно нужна была шоковая терапия. Вот они же нашлись. Другой разговор, что это был круг экономистов, которые готовили себя к этой миссии, может быть, даже не зная о том, что развалит Советский Союз и их призовут во власть, готовили себя к этой миссии, начиная с 1982-1983. Я, так сказать, являюсь автором биографии Чубайса, да. На самом деле, это биография идей реформаторских, да, потому что эти люди проводили закрытые, полуоткрытые, нелегальные, легальные семинары, начиная с начала 80-х годов. Они находили друг друга, они создавали, по сути дела, социальную сеть, они, по сути дела, воссоздали по крупицам ту экономическую программу, которую можно было бы реализовать в конце 80-х, еще но которая была реализована в начале 90-х. Так что здесь нет таких вот непримиримых противоречий. Я думаю, что и программа появится, и эксперты перейдут на сторону народа, и профессиональные управленцы тоже перейдут на сторону народа. Я надеюсь, там иллюстраций не будет никаких. Прошу, коллега, вам слово. Лебедев Дмитрий, Санкт-Петербург. Как вы думаете, как скоро в России может сложиться революционная ситуация, если цены на нефть рухнут в ближайшее время из-за европейского кризиса? И согласны ли вы с тем, что стабильность в России держится на нефтедолларах? Или же люди смогут полюбить действующую власть бескорыстно? То есть бедно и стабильно. Что касается радикального сценария, я здесь согласен с последним докладом Центра стратегических разработок, где основной автор Михаил Дмитриев, президент СССР. Там есть четыре сценария, один из которых сценарий называется политическая реакция. Это когда в наметившемся противостоянии власти и оппозиции во власти вверх берут радикалы, силовики и охранители. И в оппозиции тоже первые скрипки начинают играть радикалы. Не обязательно анархисты какие-нибудь или националисты. Ну вот кто-то из этой оперы, да, и это способствует нагнетанию ситуации, возникает такое положение, когда начинается прямое противостояние. Но это, на мой взгляд, не революция никакая. Это такой репрессивный сценарий. Революция это когда, в общем, все-таки низы уже, все низы уже совсем ничего, совсем не хотят вот эту власть. И здесь должен действительно сомкнуться такой чисто социальный голодный протест с протестом интеллигентским, осмысленным, модернизаторским. Такое возможно при радикальном падении цен на нефть. И действительно вся эта стабильность держится ровно на этом, что на эту цену на нефть наматывается все остальное, включая государственную пропаганду. Есть что, в общем, пропагандировать, а именно некоторую, так сказать, какую-то степень социальной стабильности и благополучия. Есть, кстати, там же и сценарий малореалистичный под названием ускоренная модернизация. Это когда модернизаторы в политическом истеблишменте во власти смыкаются с модернизаторами внизу, то есть разумные люди во власти с разумными людьми в оппозиции. То есть противостояние идет не по линии власти-оппозиции, а по линии, значит, сторонники радикальных методов во власти-оппозиции против сторонников модернизации во власти-оппозиции. Это другая проекция противостояния. Это был бы замечательный сценарий, он мог бы быть реализован, если бы у этой самой власти был агент модернизации. Мы ошибочно считали таким агентом Медведева, сейчас у власти нет агента модернизации, поэтому этой смычкой не может произойти, нету человека сверху, который бы осуществил этот контакт. Таким человеком мог бы быть Кудрин, но от его услуг, насколько я понимаю, отказывается и власти, и оппозиция. Хотя вот потенциал такой медиаторский у него явно есть, и в этом его политическая сила, политическая перспектива, возможно. Ну вот, если я ответил на вопрос, то как-то так. Так, перехожу на противоположный фланг. Мария, пожалуйста. Мария Истомина, Свердловская область. На модернизацию, извините, на ВПК до 2020 года планируется потратить 20 триллионов рублей. В качестве обоснования этих трат чиновники приводят то, что часть пойдет на модернизацию, а уже модернизация ВПК потянет с собой развитие других трасслей экономики. Это хорошо на совах, а на деле будет работать, как считаете? Ну вот я совершенно согласен с вышеупомянутым Кудриным, который говорит следующее. Я просто опять же так сложил, что мало того, что модерировал доклад упомянутым Малевым, я модерировал еще доклад Кудриным про армию. Там было сказано следующее, просто на цифрах, на конкретных примерах, что технологическая модернизация в оборонном комплексе не конверсируется в гражданку никак. Все наоборот. Сейчас технологии могут быть только гражданские, и какая-то их часть может использоваться для военных целей. То есть вот это устаревший подход такой 20 века. Да, кстати, Алексашенко тоже так считает, насколько я знаю, да. И, соответственно, получается, что не получается мультипликативного эффекта от того, что вы вложили деньги в военные технологии, у вас ничего от этого не начинает развиваться. Вообще, конечно, эти деньги, которые направлены в таких количествах на высокотехнологическое вооружение, на мой взгляд, это просто неправильный приоритет. И в той же самой оборонной армейской сфере лучше бы эти деньги потратили на армейскую реформу, потому что точно на эти деньги можно перевести всю армию на контракт и провести эту реформу осмысленно, точечно. В общем, без тех недостатков, на которые кивают армейские чины, говоря о том, что это очень дорогая реформа, о том, что у нас очень большая территория, что у нас невозможно без призыва и так далее, и так далее. Это вопрос приоритетов, вопрос денег и их перераспределения. Вот когда нет модернизационной цели, деньги тратятся Бог знает на что. Когда цель есть, они тратятся правильно. Это вот еще один признак модернизации. Леонид Исаев, Высшая школа экономики. Значит, вот такой вопрос. Соответственно, в рамках экономической социологии решающим фактором модернизации является преодоление и замена традиционных ценностей, препятствующих социальным изменениям и экономическому росту в пользу ценностей, мотивирующих хозяйствующие субъекты на соответственную инновационную деятельность, на создание новых технологий, генерирование новых организационно-экономических отношений. Ну, прежде всего, это культурная модернизация, ментальная. Даже если мы говорим о модернизации в традиционном понимании, да, как переход от традиционного общества к индустриальному, то ведь даже в большинстве западных обществ модернизации предшествовали прежде всего изменения в общественном сознании, ну, скажем, идеи секуляризации, реформации, они, по сути, предшествовали дальнейшей экономической и политической модернизации в Западной Европе. Вот с вашей точки зрения, насколько вообще обстоят дела в нашей стране с культурной модернизацией, и насколько этому вообще уделяется внимание? Спасибо. Ну, это, наверное, часть, ментальной модернизации более широкая, да, потому что, значит, выпрямление, осовременивание мозгов, оно влечет за собой осовременивание, значит, улучшение институтов и их строительства, да, вот выпрямились мозги в декабре-феврале, значит, люди потребовали нормальных институтов, вот ровно этот процесс. Да, в каком-то смысле это, значит, это культура, но здесь же идут споры между теми же специалистами, так сказать, гораздо более глубокими, чем я, как журналист, да, все-таки достаточно поверхностно, как такой политический аналитик об этом сужу, но есть же работы там о том, что важнее с точки зрения модернизации института, культура, география и так далее, и так далее. Вот последняя работа модных нынче экономистов Джеймса Робинсона и Дарона Осамоглу под названием «Почему проваливаются государства?» «Why nations fail», значит, там они как раз спорят в том числе и с культурологическим подходом, говоря о том, что, значит, институты все равно важнее даже культуры, не говоря уже о географии там и обо всем остальном. Почему, например, значит, наши люди, которые оказываются за рубежом, здесь они чрезвычайно инертные, иждивенчески себя ведут, там переезжают в какую-нибудь Испанию, тут же затевают какой-то бизнес, тут же начинают крутиться, тут же схватывают на лету язык, сращиваются со средой и становятся такими предприимчивыми людьми. Это как бы не вопрос культуры, а институтов, они попадают в другую институциональную среду. А, значит, тут упомянутые мной авторы, например, в качестве образца приводят пример с городом Нагалес, часть которого находится в США, а часть в Мексике. Вот в Мексике это очень бедный полуразрушенный город, а в США это богатый нормальный небольшой американский городок. Из-за этого делается вывод, что вот имеет значение институциональная среда, потому что те же самые люди той же самой национальности, родственники фактически, да, живущие на севере, они получили все институциональные преимущества США, и поэтому ведут себя иначе, и доход у них другой, и живут они хорошо. А те, кто на юге оказались, они живут в другой институциональной среде, они не получили тех бенефиций, которые были у их родственников и соседей с севера, поэтому они живут плохо. Вот здесь разные, возможно, взгляды, но это довольно убедительная такая логика, да. Ну, культура, конечно, куда же без культуры, без головы. Разруха не в сортирах, а в головах, как известно. Вот сейчас у нас восстанавливаются головы у людей, значит, есть шанс на то, что институты будут построены, культура будет другая, в том числе политическая. — Коллеги, можно спрошу тоже у Андрея? Андрей, скажите, а вот то, что так много стало православной церкви вокруг, это свидетельствует о том, что головы восстанавливаются или, наоборот, идут на бекрень? И как это с модернизацией вообще? — Я думаю, что это простой ответ на сложные вопросы, да. Вот у них есть задача ответить на запрос общества на какие-то вот такие высокие материи. Следует ответ, значит, такой. Вот вам высокая материя, наш православный, именно православный бог, значит, олицетворенный русско-православной церковью, официальной. Это вот как ответ репрессий именно протесты, так вот ответ таким массированным, значит, шоковым пропагандистским ударом, значит, методом официального православия. Это, естественно, не имеет, на мой взгляд, никакого отношения к подлинной религии, к подлинной вере, которые, это банальные вещи являются интимной сферой. Просто в данном случае русская православная церковь действует как агитационно-пропагандистская машина, значит, политического режима. Так, перемещаюсь снова. Вот, наверное, туда, вдаль. Красноярск, прошу, коллега. Алексей Сокольский, Красноярск. В продолжении вопроса от Высшей школы экономики. Предыдущий оратор, который выступал, Алексашенко, говорил о том, что модернизацию он понимает как осовременивание. Хотелось бы понять все-таки Вашу точку зрения, что для Вас модернизация, потому что терминология действительно, она очень сильно разнится. И вторая вещь. Россия никогда не была современной. То есть это то, что говорят историки. Она всегда отставала от стран, которые были там первыми, да, значит, сильный рывок Россия делала в момент, когда происходило какие-либо военные действия. Еще один вопрос. На Ваш взгляд, возможно ли осовременивание, именно как осовременивание, да, без войны, либо внешней угрозы? И если да, то как Вы видите последовательность такого процесса? Потому что господин Алексашенко предложил начинать с головы. Головы имеется в виду верховной власти. А, то есть не... Не человека, не социума. Нет, ну... Ну, собственно, голова в значении власть меняется, когда меняются головы людей, да, то есть меняется методом выборов сама власть, да, плохая власть на хорошую. Значит, ну, с помощью войны, конечно, модернизации не создать, как с помощью военных технологий невозможно совершить экономического рывка. И я согласен с Алексашенко, что вот модернизация – это в широком смысле осовременивание. В принципе, кто-то ставит знак равенства между осовремениванием и вестернизацией. В том смысле, что, несмотря на то, что есть особым образом развивающиеся восточные разные общества и страны, тем не менее, измерение образа жизни, стиля жизни, представление там о демократии, о том, как нужно выбирать власть, они, в общем, в высокой степени сблизились там в той же Франции, там, или, допустим, в Южной Корее, в Германии и в Японии. С этим можно спорить, но есть такая позиция, опять же, много жду упоминавшись у меня, Вишневский придерживается такой точки зрения, он ставит знак равенства между вестернизацией и модернизацией. Хотя есть сторонники прямо в предположенной точке зрения, которые говорят о том, что модернизация вообще возможна только авторитарным путем, что модернизация, она, в общем, несет в себе такой сильный национально-культурный заряд. Ну, в общем, ответ на это, наверное, простой. Уровень жизни, человеколюбия и социального капитала, и взаимного доверия все-таки выше в странах, которые как-то несколько стандартно вот так вот модернизированы, то есть в странах, скорее, которые мы понимаем как западные. В этом смысле можно, наверное, согласиться в том, что вестернизация, в общем, в каком-то смысле модернизация и есть. Так, Женя, собственно, прошу. Евгения Сусина, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, можно ли, вот вы со своей точки зрения, можете ли назвать какие-то итоги реформы МВД, потому что она как-то прошла, и кроме того, что там немножко подняли зарплату, что-то не совсем понятно, что мы реформировали. И второе, вдогонку, совсем недавно прошла информация о том, что в московский ОМОН буквально выстраиваются очереди из вот желающих там теперь работать, причем еще до того, как квартиры начали раздавать. Это к вопросу о просветлении Москвы уверены? Это, Женя, народ перешел на сторону ОМОНа. Вот я тут недавно читал, попался у меня на глаза журнал «Огонек». Значит, там опрос ОМОНовцев, по-моему, последний номер. Там с мозгами, конечно, тяжело очень все. Они все уверены в том, что действительно есть иностранное влияние, их так научили на политзанятиях. Они, в общем, очень плохо относятся как вот даже к какому-то к антропологическому типу, к протестующему человеку. Вот они считают его бездельником, болваном таким вот совершенно. Вот какие-то люди неправильные, их нужно бить действительно. Вот. Они верят, что там провокаторы сплошные. Ну, что делать? Ну, вот мы говорим о том, что революция с мозгов начинается. Вот. Вот, пожалуйста. Пример того, что без ментальной модернизации каждого конкретного человека очень тяжело проводить модернизацию на макроуровне. Вот. Ровно эта история произошла с МВД. То есть структура, где как бы отказались от ментальной модернизации, да, то есть от смены личного состава. Потому что хорошая ментальная модернизация произошла в Грузии, просто заменили всех. Убрали одних полицейских, набрали других, да. У нас это очень сложно провести в силу размеров страны и того, что, уволив нынешних милиционеров, мы получим огромное количество объединенных преступных группировок немедленно или группы безработных, значит, которые имеют опыт насильственных действий по отношению к гражданам. Это можно очень тяжелые последствия поиметь. Вот. Но, тем не менее, конечно, корень вот любой модернизации любой системы, той же МВД и судов, это, конечно, модернизация голов, значит, кадровое наполнение. Потому что, насколько я помню, по своей практике даже в советское время судьи, которые работали там в конце 80-х, начале 90-х, это были совершенно другие судьи, не те, которые сейчас. Это были люди, для которых, ну, закон хоть что-то еще значил, да. Не было такого масштаба взяточничества, такого масштаба, ну, вот, при том, что были и политизированы решения, и, в общем, не надо преувеличивать масштаб их квалификации, но все-таки была какая-то, может быть, искаженная, но в каком-то смысле даже нравственная основа, да, вот это, так сказать, когда все судьи были членами партии, и партии отвечали за свое поведение перед парткомом, да, это был инструмент просто вот сохранения у них каких-то моральных стержней, а сейчас этих стержней-то не осталось. Вот, а выросло целое поколение, которых в юридических вузах учат, в общем-то, де-факто обвинительному уклону, судя по всему. Потому что я не очень понимаю тогда, откуда берутся такое количество судей, выносящих такие приговоры. Поэтому, да, важнее ментальной модернизации, наверное, в этом контексте нет, нет ничего. И в этом смысле реформа МВД была обречена на неудачу. Павел Миншоткин, прошу. Павел Миншоткин, Архангельская область. По опросам студентов, где-то порядка 50% собираются уехать после окончания наших вузов на Запад. На мой взгляд, такое мнение сложилось в связи с тем, что у нас у нескольких поколений нет положительного видения будущего. Это, в свою очередь, сложилось потому, что, в общем-то, никто у нас не занимался словом стратегией. В 90-е годы об этом еще не говорили, начали говорить 2000-е. Некоторые субъекты федерации более-менее серьезно к этому подходили. Большинство из них просто, чтобы отчитаться перед Владимиром Владимировичем, что у нас тоже есть стратегия. И Архангельская область в данном случае не исключение. Вот. И у меня несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, я не совсем понимаю, почему стратегия 20-20. Для такой огромной страны она, по идее, должна быть 20-50. Тогда хоть как-то и серьезно, естественно, к этому отнестись и так далее. Во-вторых, во всех этих стратегиях, когда я готовил семинар, и очень интересно у нас было управление нестационно-привлекательностью территории, вот, я изучал стратегии, и вот цели во всех этих стратегиях, они настолько мутные, настолько непонятные. Ну, естественно, население никогда не привлекалось к разработке этих документов. И, в конце концов, у меня вылезла очень интересная такая цель, по-моему, универсальная, для почти 99% как муниципальных образований, так и для Российской Федерации. Повысить уровень доверия населения к органам власти с нынешних 10-20, хотя бы там к 60-70, ну, к 30-50 году, да? Вот такая она мощная, понятная, нормальная, да? И когда мы начнем эту цель декомпозировать, то на первом месте вылезают что? Честные выборы, потом еще что-то, да? И так далее. Вот у меня вопрос. Как вы относитесь с этой точки зрения к стратегическому планету? Ну, да, я согласен, что, конечно, горизонт стратегического планирования все-таки ближе к 50-му году, чем к 20-му, но с одной стороны проблема в том, что власти нужно решать краткосрочные и среднесрочные задачи, именно поэтому она как-то такой себе горизонт поставила, хотя от тех решений, которые принимаются в отношении 20-го года, очень много зависит от пучок возможностей, как будет развиваться страна к 50-му году, да? Потому что вы пошли по одному пути в пенсионной реформе, значит, в 20-м году, у вас одна ситуация в 50-м году, пошли по другому, у вас другая ситуация. Значит, ну, отчасти, да, это связано с тем, что, в общем, такого спроса со стороны власти, во всяком случае, на, значит, решение каких-то долгосрочных задач, нет. Отчасти вот такой подход долгосрочный был у Института современного развития, у Инсора, у которого был доклад, который так и назывался «Образ желаемого будущего». То есть задача операционально ставилась, как мы сначала хотим понять, что мы хотим в будущем от страны для себя, а от этого мы уже, значит, строим стратегии, значит, тактику и дорожные карты. Ну, в принципе, получилась еще одна программа, хорошая, либеральная, так сказать, и, в принципе, все эти дорожные карты тоже давно всем известны. Что касается вот такого, как бы, обратной связи с населением, которое могло бы соучаствовать в этом, это же очень хочет сейчас наше правительство, и открытое правительство для этого создается, и, значит, агентство стратегических инициатив для этого создается своим этим восходящим мусоропроводом. Вот, и слово краудсорсинг выучили все, включая, значит, национального лидера, вот, но как-то вот эти механизмы, они, мне кажется, не сулят каких-то, значит, очевидных побед, потому что был пример программы Объединенного народного фронта, которая строилась с учетом краудсорсинга и мнений трудящихся. Где эта программа, то есть она есть где-то, и что у них такого оригинального, значит, наняли Николая Федорова, который там сидел, все это координировал, какой-то получился фейк, пшик и обман трудового народа, вот, поэтому это, как бы, вот не решение проблемы. В общем, я же, вот, разговаривал со многими авторами той же самой стратегии 2020, они говорят о том, что, вот, проблема немножко в другом, вот, они строили все эти дорожные карты по разным отраслям, но, они не затронули, например, вопрос политической реформы, опять же, так задача не ставилась, они инициативно тоже решили, поняв, что это невозможно, они решили не заниматься вопросом политической реформы, вот, а вот этот некомплексный подход, он и снижает ценность этой самой стратегии, даже когда вы рассчитываете какой-то бюджетный маневр, куда какие деньги направить, вы должны учитывать, в том числе, и политическую ситуацию, ситуацию со строительством выборных институтов, а этого ничего, в этой стратегии нету, поэтому она в этом смысле сужена, и в этом смысле, она просто, вот, еще одна дорожная карта, которую все равно никто не собирается реализовывать, никто не собирается ассоциировать свое имя с реформой, мы же говорим, вот реформа Гайдара, да, например, ну, все понятно почему, человек положил имя на алтарь, так сказать, этой самой реформы, его до сих пор проклинают, и так далее, там, приватизация по Чубайсу, там, Косыгинская реформа, вот, сталинская индустриализация, значит, человек взял, еще четко ассоциировал свое имя с конкретным действием, плохим или хорошим, а здесь люди просто не берутся за это, они, не знаю, у нее нет никакой там путинской реформы системы здравоохранения, ну, нету ее, система здравоохранения болтается вот между небом и землей, так это и будет продолжаться, хотя я там, сколько дорожных карт не рисую, потому что нет политической воли, модернизация проводится, когда есть политическая воля, и в этом, вот, в этом главное препятствие для любой стратегической программы, программа Грефа, программа 2020, какой-нибудь еще программ, которую она пишет через 6 лет, если эта власть еще сохранит себя. коллеги, остатки вопросов в кулуары переносится, подойдете к Андрею Колесникову и попытаетесь поговорить. Я должен вам сказать, что Андрей Колесников носит огромный вклад вообще в нашу работу, и мне, например, ну, просто чрезвычайно приятно, когда мы мне как приятно. Опять вот так вот разговариваем. Это одна из лучших газет страны, это один из лучших журналистов страны. Я прошу коллеги, нашего эксперта, поблагодарить. Спасибо. У нас полчаса перерыв, а потом продолжаем. Спасибо. 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 Спасибо.